СПОРТВЕЙН Смотрите сегодня в Спортвейне. Бразильские кудесники коньков и клюшек. Тяжело в учении, легко в Сочи. А также футбол на шару. Спортвейн. Мы покажем веселую сторону спорта. Откроет нашу передачу модная тема «Толерантность». Все люди, братья, каждый мочит, что хочет. Возлюби разного своего. В общем, вы поняли. Ну так вот, играли ребята в футбол, голы забивали, радовались и огорчались, с судьей до хреботы спорили. И все было бы как обычно до тех пор, пока в пылу спора не назвал один игрок арбитра представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Что бы сделал обычный судья? Ответил футболисту «Сам ты пизжон» и удалил того с поля. Но наш толерантный арбитр поступил иначе. Он взял и показал игроку голубую карточку. Вот это культура! Вот это пример терпимости! Ни слова человек не сказал, а все ясно. Сидни Кросби трепещет от страха. Саша Овечкин в панике забивается в угол. Тем временем, короткими приставными шагами ко льду подбираются они. Команда, которую хотя бы раз мечтает увидеть каждый. Кудесники коньков и шайбы. Сборная бразильских любителей по хоккею. Воздержусь от комментариев, чтобы дать вам полностью насладиться процессом. Субтитры сделал DimaTorzok Остается лишь надеяться, что легендарный Пеле никогда не видел этих хоккейных монстров. Иначе знаменитое сравнение русской футбольной и бразильской хоккейных сборных выглядит более чем обидно. Прочитал как-то один японский футболист русскую сказку об Иване Царевиче. И решил, по примеру Ванюше, удариться озимь и превратиться в добро-молодца Зенедина Зидана. Но не вышло нифига у потомка самурая. Только бочки себе отбил. А все потому, что в Японии земля как земля. А в России она чудесная. И в продолжении темы земля и футболисты. Бульбол. Этот вид спорта был придуман для того, чтобы встреча спортсменов с поверхностью земли была максимально мягкой. Ну и для того, чтобы тупо поржать. Причем тупо поржать, видимо, в первую очередь. Конечно, цель игры непонятна даже ее создателям. Изображая из себя прозрачных колобков, бульболисты пытаются то ли мячик затолкать в ворота, то ли затолкать до невменяемости друг друга. Но результат у бульбола всегда один. Все покатываются. Одни от смеха на трибунах, другие в шарах по полю. Некоторые недалекие зрители могут подумать, что этот мастер тэквондо знатно ложанулся после выполнения удара. И будут в корне неправы. А все потому, что не знают всех тонкостей старинного корейского мордобоя ногами. Смотрите внимательно. Один из самых сложных ударов тэквондо. Называется пылесос. Этим ударом мастер не только поражает деревянную мишень, но и высасывает ртом все осыпавшиеся с нее опилки и щепки. Вот так. Чисто конкретно. Вернее, конкретно и чисто. А следующие кадры, судя по всему, были сняты Федерацией биатлона России специально для национальной сборной. Вот мол, гляньте паразиты, что с вами будет, если на Олимпиаде опозоритесь. Хотя, с другой стороны, может это просто тренировки новаторские. Ну а что? Галяком даже в легкий морозец русский биатлонист точно слабины не даст. Аж полетит к финишу. Да и патроны в этом виде спорта штука ненужная. С ними каждый дурак может. А вы попробуйте пять мишеней словом «пуф». Поразить не получается? У ребят пока тоже. Хотя, как говорится, тяжело в учении, легко в Сочи. Гольф, как известно, спорт для богатых. Чтобы закатить мячик в лунку, особые условия нужны. А эти парни, похоже, не против показать класс, так сказать, в малобюджетном варианте. Нет поля – пойдет гараж. А вместо мячика банка из-под пива. Такой гольф нам не нужен. Наверняка сказал бы незабвенный Николай Озеров. Но разве наших парней это бы остановило? И как тут не вспомнить знаменитую фразу «богатые тоже плачут»? Вот, пожалуй, и все на сегодня. Но веселье в спорте не заканчивается. Так что до встречи в следующем Спортвейне. Пока!